После того, как обсуждение ВИП-пенсии не включили в повестку, Михаил Гиргенов предложил до 8 марта создать независимую рабочую группу, чтобы доработать законопроект. За проголосовали 33 депутата. Для большинства не хватило лишь одного голоса. Но, по мнению инициатора, закона этого было достаточно. В подтверждение он приводит статью регламента о работе Хурала. Такие поручения даются по предложению представителей на седании Народного Хурала и депутатов Народного Хурала в целях предоставления дополнительной информации. То есть то, что я предлагал поручить Комитету по социальной политике создать рабочую группу. При наличии возражений, предложений, отдачи, поручения, ставится этот вопрос на голосование. Решение принимается большинством голосов от числа депутатов Народного Хурала, принявших участие в голосовании. Зарегистрировано было 60 депутатов. Приняло участие в голосовании 58-59 депутатов. То 33 голосов достаточно для того, чтобы мое предложение прошло. В аппарате Хурала настаивают. Все было по закону. Михаилу Гиргенову объясняли это не раз. Тем более на сессии все-таки создали рабочую группу. В нее вошли 28 человек. Но авторов законопроекта не совсем устраивает ее состав. В рабочую группу мы предлагали создать социальный комитет, чтобы этим занялся и чтобы и всех желающих создали. Но был принят большинством голосов правительственный вариант создания рабочей группы. Ну, нас данный состав рабочей группы не вполне устраивает, поскольку там уже назначены определенные кандидатуры, куда мы, кстати, тоже входим. Но, тем не менее, как мы видим, что люди в основном будут заинтересованы лицам, которые будут против данного законопроекта. В итоге, я думаю, что большинство депутатов поняли о том, что мы проголосовали за создание рабочей группы. А вот когда вы у меня спрашиваете, создана она или работает, я вам ничего не могу сказать. На сегодняшний день я в письменном варианте вот этого предложения не вижу. После 16-й сессии прошло уже две недели. До сих пор, по мнению Гиргенова, группа не начала доработку законопроекта. Оно и понятно. Мало кто заинтересован быстро решить этот вопрос. Мне кажется, это является следствием того, что было огромное давление на депутатов Народного хорала, на аппарат Народного хорала, с тем, чтобы в ни в коем случае предложение Гиргенова не прошло на этой сессии. Ни одно из предложений, любое предложение Гиргенова не прошло на этой сессии. Какой авторитет Народный хорал может из этого потерять? Мы потеряем его, если будем замалчивать эти вопросы. Об нас и так говорят, худлах хорал, да? Было для депутатов комитета и лично для меня большим откровением, что 929 получателей, из них 29 всего депутатов. Из них гораздо менее сотни наших вот уважаемых ветеранов. Но остальные, остальные это надо смотреть. По созданию рабочей группы, вот когда я говорю, да, несколько бурно и нелогично шло обсуждение, да, мы же по существу-то не обсудили же предложение Гиргенова. Мы обсуждали включать, не включать в повестку. А хотя, я полагаю, надо было включить в повестку и обсудить. Это же не означает о том, что мы его бы обязательно рассмотрели. Большая часть депутатов поддерживают инициативу по сокращению доплат к ВИПенсии. Но, как оказалось, это большинство ничего не решает. Аюна Чертарова, Александр Хомаганов. Первая. Альтернативная.